Друзья, меня зовут Максим Лебедев, я старший наушный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. И сегодня специально для канала Синерджемс я хотел вам рассказать про геологию Египта, про вмещающие ландшафты и про минеральные богатства странных фараонов. Вообще, если мы сравниваем Древний Египет с Месопотамией или с другими древними цивилизациями Старого Света, то долгое время Египет остается такой страной вне конкуренции, просто потому что от Египта сохранилось огромное количество очень качественных памятников. И здесь в значительной степени цивилизация фараонов, она, конечно, была обязана той геологии, которая их окружала и тем богатством, которые непосредственно были доступны для разработки древними египтянами. Дело в том, что Месопотамия, например, это такая довольно плоская глинистая долина, и до основных источников металлов, полудрагоценных камней, твердых пород камней, которые можно было использовать для какого-то монументального строительства, им приходилось довольно далеко добираться или получать эти ресурсы через посредников. Там, скажем, ближайшее месторождение качественного камня, золото, золото, например, возьмем, от 300 километров минимум, а то и тысячи и больше километров. В Египте ситуация была проще, качественный строительный камень можно было найти прямо около самой реки, в некоторых местах, как, например, в Гебели-Сельсиле, там строительный камень можно было добыть прямо вот около воды, его фактически даже не нужно было никуда транспортировать, сразу погрузил на баржи, да поплыли куда нужно. Там строить карнакский, белоксоровский храм, то же самое было с месторождениями гранита, с какими-то породами камня было посложнее, их нужно было тащить за несколько десятков километров, но даже если речь идет о ценных металлах, таких как, для египтян, естественно, медь была очень ценным металлом, безусловно, золото, благодаря которому Египет славился, это все равно месторождение, но максимум на долине, там, как правило, 200 километров от Нильской долины, а часто и меньше, менее. Да, то же самое касается и поделочных камней, то, что называют еще некоторые камни, которые можно назвать применительно в Древнем Египте полудрагоценными. Значит, и, собственно говоря, сегодня я вам расскажу про источники сырья, способы их добычи и доставки, в частности, того самого сырья, который использовался впоследствии для изготовления различных ювелирных украшений. Но не только. Так как под термином аат, то есть ценный камень, древнеегиптяне понимали не только, там, скажем, березулю, сердолик или аметист, да, но и твердые породы камня. Для них, в их классификации этого мира, соответственно, они обладали неким единством. То есть и твердые породы камня, которые обычно шли для приметов мелкой пластики, и тот камень, который шел на изготовление непосредственно ювелирных украшений. Ну, пару слов вообще о Древнем Египте, о его географии. И наверняка вы понимаете, что сегодня большинство населения Египта сосредоточено в такой довольно узкой Нильской долине. Она реально узкая, то есть максимальная ширина достигает где-нибудь в Среднем Египте 20-25 километров, а в Верхнем Египте, то есть на юге, это может быть несколько сотен метров, из которых 300-400 будет занимать сама река. В общем, большая концентрация населения. При этом более 90% населения и современной страны, и, видимо, Древнего Египта, это были различные пустыни. Ученые до сих пор спорят о том, где же проходили границы непосредственно фараоновского Египта. Дело в том, что сам термин «граница» появляется, судя по всему, уже на рубеже 3-го, 2-го тысячелетия до нашей эры. Начинает активно использоваться уже во времена Среднего царства. То есть это второй период расцвета Древнего Египетской цивилизации. Это уже не время строительства, скажем, великих пирамид. То есть к этому времени египетское государство существовало уже тысячу лет. И такое ощущение, что существовало без каких-то четко очерченных границ. По крайней мере, такое впечатление создается, когда начинаешь работать с древнеегипетской терминологией. Возможно, сами древнеегипетяне немножко по-другому ощущали и осознавали то, что их окружало. В любом случае, создается впечатление, что на протяжении 3-го тысячелетия до нашей эры, или большая часть 3-го тысячелетия до нашей эры, границы Египта, они были такие весьма проницаемые и довольно неконкретно определялись. Поэтому нам сложно сказать, входила, скажем, восточная пустыня или Синаи в состав египетского государства или не входила, или это были зоны египетского влияния, или это были зоны, за которые шла борьба между оседлым населением Минской долины и, скажем, населением, кочевым населением пустынь. Эти вопросы диспутируются. Но, тем не менее, египтяне могли до них дотянуться. И, соответственно, без проблем, в принципе, в основном дотягивались до месторождения, которые находились на расстоянии 100-150-200, иногда и более километров от Нильской долины. Как в восточной пустыне на Синае, так и в западной пустыне. В любом случае, говоря о западной пустыне или восточной пустыне, вы должны понимать, что речь идет о северо-восточной окраине огромной пустыни, которая называется Сахара. Эти пустыни, они хоть и имеют общую геологическую историю, но, тем не менее, выходы пород, которые там встречаются, они сильно отличаются. И поэтому, например, восточная пустыня, она очень богата различными полезными ископаемыми. В то время как в западной пустыне их практически нет. Но египтологи, особенно те, которые мало имеют дело с геологией, часто этому удивляются, задают какие-то вопросы. На самом деле, все очень понятно. Если мы взглянем на геологическую карту Египта, которую вы видите перед собой, то вы увидите несколько таких крупных пятен. Самое первое пятно, которое бросается в глаза, это синие цвета. Это иоценовые известняки. Затем большое зеленое пятно – это, соответственно, песчаники, более ранние, как правило, относящиеся ко времени динозавров. И, наконец, такой розовый цвет – это основа древнеегипетского богатства, это выходы так называемых докембрийских пород или докембрийского фундамента, докембрийского основания. И вы видите, что этот цвет сконцентрирован на юге Синайского полуострова, а также вдоль Красноморского побережья, в тех самых местах, в которых, возможно, многие из зрителей бывали, посещая курорты Хургада, например, или Шарм-эль-Шейха. Там же сосредоточены и важнейшие геологические богатства, минеральные богатства, как древнего, так и современного Египта. С них, пожалуй, мы и начнем. Это самые древние породы. Возраст большинства из них, он составляет более 500 миллионов лет. В самой Нильской долине породы докембрийского основания, они выходят не так часто на поверхность, а там, где они выходят, образовались так называемые Великие Нильские пороги. Их насчитывают, ну, основных насчитывается 6 штук. Самый первый из них, самый северный, он не первый по течению, по течению он, получается, последний. Но для древних египетян он был первый, с которым они сталкивались. Но, соответственно, он находится, или лучше сказать, находился, потому что сейчас он, к сожалению, затоплен, благодаря строительству нескольких плотин в районе Асуана. Так вот, он находился в районе Асуана. Ну, и затем второй, третий, четвертый, пятый, шестый пороги, они располагались уже южнее, вверх по течению, на территории либо Юга Египта, либо уже современной республики Судан. Места выхода до кембрийских пород, а это, прежде всего, различные граниты, гранодиориты, гнейсы, как правило, очень живописные, красивые пороги, перекаты. И при этом, при всем, как правило, очень мало пригодны для обработки земли. Поэтому, как правило, вот эти пороги, они служили хорошими пограничными зонами, да, где было относительно легко закрепиться. И потом эти территории контролировать, отбиваясь от каких-нибудь вторжений, либо преткновений людей извне. Поэтому первый, затем второй, после третий порог. И затем, наконец, в конце эгипетской такой имперской истории, уже там в 15 веке до нашей эры, граница эгипетской державы прошла по четвертому низкому порогу. Дальше они, если заходили, то это были небольшие такие разведывательные экспедиции, либо там экспедиции для добычи золота, других ценных минералов, а также закупки сырья у более южных народов. Но какой-то строительной деятельности эгипетской южнее и выше по течению четвертого низкого порога пока надежно не обнаружено. Поэтому можно считать, что времена расцвета египетского государства в 15-м, 11-м веках до нашей эры, вот четвертый порог был такой естественной границей распространения, по крайней мере, политической власти египетских правителей. Докембрийские породы, я уже их называл, это, прежде всего, очень твердые различные граниты, и грандиориты, и гнейсы, они активно использовались на протяжении практически всей египетской истории, начиная с эпохи Древнего Царства, даже раньше, первые крупные гранитные блоки, они начинают пытаться их обрабатывать, учатся их обрабатывать еще в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры, даже еще до создания, до появления третьей династии. А там, скажем, уже времена Джосера, гранит уже активно используют, и, может, кто-то из вас знает, что под пирамидой Джосера его замечательный гранитный саркофаг, его замечательный саркофаг, он был сделан из весьма крупных блоков гранита, и копия такого саркофага, она была сделана также в так называемой южной границе. В общем, гранит уже к этому времени активно использовали. Но гранитные египетские каменоломни, их было несколько, самые известные из них находились в районе современного Суана, недалеко от Древнеегипетской крепости на острове Элефантина. Они разрабатывались с очень древних времен. Ну, что значит разрабатывались? Там еще могли даже не выбивать камень, как таковой, не добывать блоки, а собирать просто уже куски отвалившиеся. То есть, их нельзя называть в те времена еще полноценными каменоломнями, но, тем не менее, материал оттуда египтяне извлекали уже, по крайней мере, с самого начала третьего тысячелетия, а может быть и раньше. Если речь идет о небольших камнях, которые использовали для изготовления каменных орудий. Ну и гранит шел активно на пирамидные строительства, на строительство храмов, которые были связаны с пирамидами, но также на статуи, в частности, царские статуи. И иногда из этого очень твердого, очень ценного, судя по всему, материала делались также и частные статуи. Но, вероятно, речь идет о подарках, которые получали чиновники от своего правителя за верную службу. Саркофаги очень многие древнеегипетские делались из того же самого материала. К тому же самому до кембрийского фундамента относится гнейс. Это одна из самых редких для древних египтян твердых пород камня, которую они добывали. Добывали ее довольно далеко на юге, это уже крайний юг современного Египта, 70 километров от знаменитого местечка Абу-Симбал, где сегодня располагаются перенесенные в 60-е годы уже 20 века скальные храмы Рамзеза II и его супруги Нифертари. Там глубоко в пустыне, 70 километров это серьезно, это от Нила, если пешком идти, то это три дневных перехода. Если это, скажем, караван с ослами, египтяне активно использовали ослов как вьючных животных времена строительства пирамид в третьем тысячелетии. для транспортировки грузов через пустыню, это все равно два дня минимум. В крайнем случае можно было это расстояние преодолеть за одни сутки, но это нужно было очень серьезно постараться. Для гонца, возможно, это было возможно. И там добывали гнейз, который активно использовался для изготовления каменных орудий. Гнейз – один из самых твердых камней, который был доступен древним египтианам. Кроме того, гнейз шел на производство различных статуй, прежде всего царских статуй. Среди других пород камня, которые относятся к тому же самому ду-кембрийскому фундаменту, стоит отметить гроуаку. Изначально это осадочная порода, которая подвергалась потом очень сложным воздействиям на большой глубине. В общем, подвергалась большим температурам и давлением. И очень такой красивый камень. Египтологи по-разному, искусствоведы тоже по-разному очень описывают его внешние свойства. То есть, понятно, что это очень мелкозернистый материал, который, с одной стороны, относительно легко обрабатывается, с другой стороны, позволяет делать очень тонкие, замечательные детали, вырезать. Очень хорошо поддается полировке. При этом имеет, в зависимости от освещения, то такой очень благородный зеленоватый оттенок для древней египтской культуры. Зеленый цвет имеет очень много таких хороших ассоциаций. Зеленый цвет – это цвет молодости, возрождение к новой жизни, полнородие. А с другой стороны, такой вот какой-то очень приятный, немножко кричневатый оттенок, иногда, который свойственен меду. Но, в общем, тоже египтяне должны были ценить такой цвет, потому что красноватый цвет, он всегда связан с солнечной энергией. В общем, как ни посмотри, камень замечательный. И, к тому же, учитывая физические свойства, египтяне, конечно, испытывали к нему большую тягу. Использовали его с древнейших времен, еще с 4000 до н.э. Изначально для изготовления различных палеток, небольших браслетов, бусин. Ну и затем, причем интересно, что эти самые бусины или браслеты делались непосредственно в каменоломнях, по крайней мере, заготовки для них делались в каменоломнях, которые располагались примерно в 80-90 километрах от низкой долины. То есть, опять же, несколько дневных переходов. И в этих же самых породах докембрийского фундамента встречается главное металлическое богатство древних египтян, которое они активно использовали, в частности, в своем ювелирном производстве. Это месторождение медий и особенно золота. Почему интересно, что и медь, и золото часто встречаются на одних и тех же месторождениях. Почему? Потому что речь идет о минерализации. То есть, в этих древних породах на протяжении миллионов лет образовывались жилы, заполненные кварцем. И в этом кварце концентрировались частицы благородного металла. Причем, поскольку процессы эти были очень похожи, одна и та же жила, ее можно было разрабатывать как для получения меди, так и для получения золота. Например, месторождение Вадидара – это север-восточной пустыни. Вот вы можете увидеть на карте. Соответственно, там геологи и египтологи до сих пор спорят, какой металл там изначально добывался. В дальнейшие времена, еще в конце 4-го тысячелетия до нашей эры, в начале 3-го тысячелетия до нашей эры. Это была медь или это все-таки было золото. А добывать что твердый камень, что металлы было крайне сложно. Особенно, если речь идет о самых ранних периодах истории древнеегипетской цивилизации, египетского государства. Потому что в распоряжении фактически египтян тогда были в основном каменные орудия. Это были различные молоты, одноручные, двуручные, молотки. Да, ступки, впоследствии позднее, которые используются для измельчения породы. То же самое касалось и каменоломин. По большому счету, выбивать каменный блок приходилось тоже каменными орудиями. Только уже на заключительном этапе, иногда для выравнивания поверхности, они могли использовать металлические орудия. В частности, медные орудия. Но все-таки, как правило, шли они на обработку гораздо более мягких материалов. Вот для чего медные орудия действительно могли использовать, так это для пиления, либо сверления твердых пород камня. Но тут нужно сказать, что, в принципе, сверлить гранит и, скажем, ту же самую груваку можно и какой-нибудь полукостью. Потому что сверлит, в конце концов, не сама кость или не сама медная трубка, а тот абразив, который регулярно должен мастер добавлять. То же самое касается и пил. Потому что те пилы, которые используются для распиливания каменных блоков, они не имели зубьев, потому что, опять же, работал там абразивный материал, который подсыпался. Как бы там ни было, на протяжении всего третьего тысячелетия до нашей эры египтяне, добывая металл, медь или золото, прилагали для этого грандиозные, конечно, усилия. С кварцем и медной, либо золотой минерализацией они, во-первых, были крайне нешироки. То есть, они там от нескольких сантиметров до метров, иногда полутора метров. Что означает? Это означает, что туда невозможно посадить много людей в одну такую разработку. Максимум два человека, полтора метра, максимум два человека могли, наверное, трудиться. В чем заключался их труд? Нужно было выбивать этот кварц каменными орудиями. Получившиеся куски их, соответственно, переносили на соседнюю площадку. Там их измельчали до состояния горошин. Потом их нужно было измолоть вообще практически в пыль. Да, ну и затем, если речь шла о меди, то, соответственно, египтяне занимались обогащением руды. А если речь шла о добыче золота, то, судя по всему, золотые частички нужно было намыть. Как это делалось, особенно в третьем тысячелетии, во время строительства Великой пирамид, нам сказать непросто, потому что изображения вот этих лотков старательских, они появляются у нас уже только в эпоху Среднего Царства. То есть, это конец третьего, начало второго тысячелетия до нашей эры. Что было до этого? У нас нет неписанных, здесь, к сожалению, не изобразительных. Мы только знаем, что египтяне каким-то образом золото добывали. И, в частности, добывали вот у себя. То есть, золото получали, да, и точно не только в жидании торговли, но и сами его добывали. Возможно, им в этом в значительной степени помогали местные жители. Что в восточной пустыне, что на юге, в Нубе, которые, возможно, обладали этими компетенциями, да, и, в частности, опытом старателей. Но большой вопрос, опять же, потому что ни письменных, ни изобразительных, недолгом археологических источников у нас нету. Там, скажем, если такие местные жители работали на разработках восточной пустыни, то и не оставляли там, скажем, какого-то керамического материала, а он практически не найден, то есть, местной керамики нету. В основном, это всегда египетская керамика, ну, по форме египетская, да, которая либо была непосредственно изготовлена в Нильской долине, то есть, точно самими египтянами, либо была изготовлена на месте из местного сырья, а тут же подверглась обжигу, но при этом при всем форма абсолютно те же самые, да, то есть, форма керамики из Нильской долины, поэтому, вероятно, это были те же самые египетские мастера, только которые использовали местное сырье, уже местную глину, которую они добывали тут, в основном, в пустынях, тут же в пустыне, в древних долинах, так называнных Вади. Кроме того, в этом же самом докембрийском фундаменте у нас встречаются различные камни, которые египтяне активно использовали в ювелирном производстве, в частности, значит, аметист, тут же у нас встречается сердолик и бирюза и малахит. Ну, малахит египтяне в основном все-таки использовали как руду для производства меди, а вот бирюзу они очень ценили и активно использовали бирюзу в своем ювелирном производстве. Если говорить, если продолжить разговоры о геологии, да, и об истории, то вот эти докембрийские основания, выходы которого встречаются только в так называемых Красноморских хамах или Красноморских горах, то есть недалеко от Красного моря и на юге Синая, на большей части территории Египта и Судана перекрыты более молодыми отложениями и следующая группа слоев, которые очень хорошо выходят на поверхность в Египте, это различные песчаники, так называемый нубийский песчаник. В основном он, это, значит, камень породы, которые откладывались в мезозойское время, то есть когда на земле жили динозавры. Иногда в этом песчанике обнаруживаются фрагмент окаменевшего дерева, который египтяне, кстати, тоже использовали, использовали для производства небольшую скульптуру иногда. Вот, естественно, они отмечали, что это некие такие очень странные камни, похожие на живую древесину, но при этом вроде как не дерево. И поскольку окаменевшая древесина она очень твердая и, в принципе, тяжело поддается обработке, из нее, особенно в эпоху нового царства, любили там сделать какие-то мелкие вещи, ну, например, там ручки или какие-то статуэтки, ручки там для зеркал, например, или статуэтки. В общем, материал тоже использовался. Значит, лучше всего выходы нубийского песчаника, такого самого качества нубийского песчаника, они встречаются в районе Гибель-Сельсила, это Верхний Египет, и там сохранились одни из самых крупных каменоломен вообще в истории Египта. Именно оттуда брали камень египетские цари нового царства, третьего переходного периода, позднего периода, для строительства, ну, и потом там Птолемеи, Риблине, для строительства таких крупных храмов, как Луксор, Луксорский храм, Канагский храм, Этфу, Эсна. В общем, каменоломни, они сыграли огромную роль в истории Египта второго, первого тысячелетия до нашей эры. И, собственно говоря, этот самый песчаник нубийский, он активно встречается и в западной пустыне, из него строили также в египетских аизах, то есть, не только в Нильской долине. Ну, и отмечу еще, что на территории современного Судана, в районе четвертого Нильского порога, сразу вниз по течению от четвертого порога, находится замечательная такая песчаниковая гора, которая называется Гебель или Джебель-Баркал. священная гора Баркал, она рассложена из этого мезозойского песчаника и она обладает такой очень какой-то органичной внешностью, я бы так сказал, да, то есть, она очень красивая, реально очень красивая гора, и, кроме того, у той стороны, которая ближе к Нилу, то есть, у восточной стороны, там есть у нее еще такой очень интересный останец, который напоминал древним египтянам и другим местным жителям, которые обитали непосредственно у подножия этой горы, то сдобленную кобру, то корону Верхнего Египта, то фигуру бога Осириса, значит, и, соответственно, эта гора почиталась как священная, как место пребывания одной из ипостасей имперского бога Амона, и, соответственно, судя по всему, даже египтяне полагали, что на этой крайней, южной окраине их империи находится то место, где, возможно, был создан мир, откуда бог Осирис пришел для того, чтобы цивилизовать население Игинской долины, и, в общем, для них это было очень такое важное в сакральном смысле место. Значит, затем следующая группа пород, которая активно встречается в Египте, это оценовые известняки. В большинстве случаев они практически напрямую перекрывают мезозойские песчаники. В оценовых известняках это синее такое большое пятно на нашей геологической карте. Вы видите, что это весь средний и значительная часть Нижнего Египта, а также первые десятки километров пути, которые было необходимо проделать египтянам по восточной пустыне, все проходили через это самое известняковое плато, но и большая, или значительная часть западной пустыни тоже была покрыта и оценовыми песчаниками. Ну, соответственно, и оцен это уже там примерно 55-56 миллионов лет назад он начался и закончился примерно 34 миллиона лет назад. Именно из иоценного известняка были построены все пирамиды, которые используются непосредственно для погребения царей. Значит, в оценовых известняках часто встречаются окаменелось, как я сказал, а кроме того, там можно обнаружить кремень. Кремень, такие большие кремневые жевлаки, значит, ценнейший материал от древних египтян, он в частности использовался и в ювелирном производстве, делались иногда бусины из кремня, делались даже браслеты из кремня, что вообще, судя по всему, было крайне-крайне сложно. Но это в основном самое начало древнеегипетской цивилизации, древнеегипетского государства. Но тем не менее, это сам по себе известняк, он, соответственно, был важнейшим строительным материалом на протяжении всего третьего тысячелетия, собственно говоря, главный камень древнего царства, значит, времени существования первого древнеегипетского централизованного государства, это известняк. Вот кто бывал в Адрельбахре, тот, возможно, обращал внимание на то, что там породы, с которых сложен обрыв за храмом Хаджипсуд, он очень разный по цвету и по тому, как там залегают слои. Так вот, внизу расположены такие сероватые это сланцы эсны, которые начали формироваться еще даже до эоцена, ну а вверху уже фиванский известняк, это чисто эоценовая формация, в которой встречается как раз большое количество кремния. Опять же, кто ходил, бродил там по фиванским гробницам, в частности, по долине царей, наверняка замечали, что спускаешься в гробницу и там где стены еще не декорированы, там прям ровные такие прослойки небольших кремниевых желбаков. Гораздо крупные залежи кремния, они становились объектом разработки древними египтианами, причем они с упорством, я не могу сказать, что достойны лучшего применения, потому что кремень, конечно, был очень важным материалом. Фактически во времена средств пирамид, даже позднее, вплоть до эпохи Тунхамон, Рамзаса II, Нефертити, Хаджевсут, кремниевые орудия оставались наиболее доступными для простого египетского населения и продолжали играть огромную роль в древнеегипетской экономике. Так вот, находя хороший известняк, где можно было рассчитывать на богатые залежи кремния, они впоследствии убили такие колодцы, которые могли уходить на глубину нескольких метров, вплоть до 8-10 метров в поисках хорошей прослойки с конкрециями кремниевыми. И затем уже по этому слою они начинали распространяться вбок, значит, и могли уходить на значительное расстояние под землей. колоссальный труд, несмотря на то, что речь идет о работе в гораздо более мягком камне, чем там, скажем, какой-нибудь асуанский гранит, но тем не менее, учитывая, что это были подземные работы, без нормального света, в духоте с этой известняковой пылью, можно только посочувствовать древним египтянам, которые участвовали в таких разработках. Ну, дальше у нас идет эпоха Олигоцена и к этому времени относится формирование замечательных кварцитов. Одно из крупнейших месторождений кварцита известна как раз с территории современного Каира, Гебель-Лахмар. Сегодня эти каменоломни фактически исчезли, недоступны для ученых, находятся под современным городом, но в третьем, втором тысячелетиях это был важнейший источник такого очень красивого красноватого кварцита. Твердый камень, хорошо сохраняющийся, при этом очень благородно выглядящий, ну, а сам цвет такой красноватый, ржеватый где-то порой, он, конечно же, связывался с солнечной энергией и пользовался большой популярностью. Самые известные, пожалуй, статуи, сделанные из кварцита, это знаменитые колоссы мемнона. Мне очень нравится эта фотография, это первая половина XX века и, соответственно, еще когда нил разливался. Несмотря на то, что уже первая плотина в районе Асуана существовала, тем не менее, низкие разливы в то время еще продолжались. Тогда же к олигоцену относится другая очень важная порода. Значит, дело в том, что олигоцен это вообще очень сложная эпоха в истории египетской геологии, потому что в это время здесь происходили очень серьезные тектонические изменения, здесь активно извергались вулканы, здесь происходило горообразование. И, в общем, Египет конкретно трясло. изверженные породы это, в частности, знаменитый египетский черный базальт. Часто, когда оказываешься в Египте, вам там предлагают различные темные статуэтки, все время говорят, что это базальт, базальт, хотя даже нескушенному покупателю будет понятно, что это какой-то китайский пластик. Но, тем не менее, есть какой-то пунктик у современных египетских торговцев, они почему-то считают, что базальт это очень ценный материал. Возможно, следуя зову крови, зову своих предков, потому что для древних египтян базальт действительно был важным материалом, не только благодаря своей твердости и относительной легкости при этом в обработке. То есть, в базальте тоже можно сделать довольно тонкие детали, и иногда это использовалось при изготовлении саркофагов либо статуй. Но кроме того, базальт обладает таким очень благородным, темным, даже сказать, черным цветом. А черный цвет для древних египтян это не цвет траура, как во многих современных культурах, а этот цвет связан с плодородием и опять же возрождением к новой жизни. Почему? Потому что темный, черный цвет, темно-серый, черный, это цвет плодородной египетской земли, вот этого нильского алюви, который оставался на египетских полях после каждого ежегодного разлива великой африканской реки. И этот цвет египтянам был очень дорог, он продолжает встречаться, в том числе на флаге современного Египта. И интересно, что базальт практически исключительно использовался в царском храмовом строительстве, в частности здесь вы видите на картинке пол, каменный пол при пирамидном храме царя Хуфа, от которого практически ничего не сохранилось, кроме этого пола. И на следующем изображении вы видите сами каменоломни. На этом изображении видна замечательная дорога, третьего тысячелетия нашей эры, которая была выстроена, каменоломни Винальфараса, в этих каменоломнях на севере Фаюм как раз располагались сны разработки базальта. Причем конкретно этот участок был выложен окменявшим деревом, которое в западной пустыне активно встречается. Но тем не менее на самих каменоломнях не было обнаружено никакой крупной инфраструктуры жилой либо производственной, связанной с производством хлеба или пива. Поэтому, судя по всему, непосредственно на самих каменоломнях каких-то крупных отрядов не было. И там вообще такое ощущение, что если основным заказчиком было государство и инфраструктуру туда протянуло государство, в частности эту замечательную дорогу, то на самих каменоломнях вроде как государство практически отсутствует либо присутствует в виде очень небольших отрядов профессиональных мастеров. Затем у нас миоцен. Миоцен это уже 23 миллиона лет назад он примерно начался и продолжался он грубо говоря, закончился точнее примерно 5,5 миллионов лет назад. К этому времени у нас относятся залежи очень красивого камня, который активно использовался для производства предметов мелкой пластики и ценных предметов, в частности различных маленьких сосудиков для притирания и ложечек. Активно использовался для инкрустации. Это так называемый египетский алебастр или его еще часто в литературе называют в последние годы стали называть травертином либо кальцитом. Кальцит это сейчас наиболее распространенное название в литературе его я и буду использовать. Кальцит камень замечательный во-первых он довольно мягкий не всегда легко найти место где можно добыть крупный кальцитовый блок потому что этот камень очень неоднородный поэтому известны фрагменты крупных статуй из кальцита и даже крупные статуй из кальцита неплохо сохранившиеся как например эта замечательная статуя царя Минкура она была найдена во фрагментах но тем не менее удалось неплохо реконструировать но кроме того делали из кальцита и саркофаги но все-таки это была относительная редкость в основном кальцит использовался для небольших предметов в частности те которые вы видите сейчас на слайде камень желтоватый такого немножко кремового цвета прозрачный или полупрозрачный если посмотреть через него на солнце или поднести к нему свечу все эти свойства они позволяли египтянам связать этот камень опять же с солнцем солнечным божеством и вкупе с тем что камень легко обрабатывался это конечно приводило к его популярности затем у нас значит тогда же в Меоцене пространство за пределами Нильской долины они значит заполняются большим количеством долин древних рек которые в свою очередь начинают заполняться постепенно различными отложениями в основном это различные гальки песок откуда берется песок понятно из значит нубийского песчаника более древнего ну а галька в основном это разрушенная уже порода до кембрийского основания и такие же процессы продолжаются на протяжении палеоцена это там 5 небольших миллионов лет назад и вплоть до 2,5 примерно миллионов лет назад ну и затем палеоцена который закончился уже порядка 12 тысяч чуть менее чем 12 тысяч лет назад палеоцена у нас сменяется галоценом собственно говоря современная эпоха четвертичного периода мы продолжаем галоцене с вами жить и соответственно времена галоцена эти долины которые когда-то заполняли древние реки они продолжали заполняться отложениями в основном это уже был такой надувной песок значит все эти отложения палеоценовые престоценовые галоценовые они замечательны тем что помимо песка значит в этих самых долинах напомню что их египтологи называют вади это арабское слово которое используется для описания древних речных долин или древних стоков которые были которые образовались в пустынях во влажные периоды вот в частности у Сахары тоже было несколько влажных периодов когда здесь шли активно дожди было большое количество осадков и Сахара не напоминала ту пустыню которой она была которой она является сейчас здесь была другая совершенно флора и фауна вот и когда эти значит реки исчезли эти глубокие довольно таки каньоны стали заполняться этими самыми отложениями и вот поскольку там довольно много гальки да галька это в основном происходит из разрушенных пород кибрийского основания мы помним что в этих породах у нас встречаются значит месторождения золота и меди в этих самых кварцевых жилах и частично кварцевые жилы тоже в разрушенном виде их материал оттуда попадал соответственно в эти самые отложения и гиптяне постепенно это поняли смекнули и уже в эпоху нового царства то есть в эпоху рассвета средиегипетской цивилизации во втором тысячелетии во второй половине второго тысячелетия нашей эры они стали активно использовать отложения вади для поиска золота об этом мы еще чуть попозже поговорим теперь что касается самой Нильской долины там минеральных ресурсов значительно меньше точнее и тем более значительно меньше их разнообразия чем это связано не с тем что их там мало а с тем что они практически недоступны потому что сама Нильская долина представляет собой гигантский каньон его часто в работах посвященных Древнему Египту сравнивают с Гранд Каньон в Калифорнии действительно сравнение уместно хотя Гранд Каньон это ребенок вот или какой-то подросток по сравнению с тем гигантским низким каньоном который образовался здесь миллионы лет назад на территории Египта и Судана потому что скажем в районе современного Каира глубина низкого каньона она составляла порядка двух двух с половиной километров что значительно превосходит глубину Гранд Каньон Калифорнии который насколько если мне не изменяет память он не достигает двух километров вот там 1800 что-то такое метров но здесь я могу ошибаться вот в любом случае вот этот низкий каньон был глубже на несколько сотен метров но самое главное что он местами был значительно шире вот и значительно значительно протяжении но затем на протяжении миллионов лет этот каньон постепенно заполнялся отложениями верхняя очень тонкая на самом деле прослойка это как раз полудородный нильский ил про который мы все читали в школе про который нам рассказывали но ниже находятся сотни и даже километры отложений песка и гальки разного времени и вот и соответственно стенки этого каньона и дно этого каньона не всегда известно что собой дно это представляет но тем не менее там где-то должны находиться соответственно декибрийские породы в которых тоже должны встречаться значит участки с медной и золотой минерализацией соответственно древнеегипетянам повезло не только потому что декибрийские породы находились относительно далеко максимум в нескольких сотнях километров полутора двухсотнях километрах от нильской долины но и повезло еще и в том что к этим декибрийским породам прежде всего красноморском побережье также к Синаю вели очень удобные пустынные дороги те самые вади те самые долины устья высохших рек которые постепенно заполнились песком и галькой и превратились такие очень ровные удобные дороги не всегда это кратчайшие вади пустынная долина не всегда это кратчайшее расстояние между точками А и Б но по ним путешествовать очень удобно в частности было удобно путешествовать тем экспедициям которые египтяне отправляли за пределы Ньюиской долины для поиска различных ценных минералов шедших на изготовление статуй там скажем храмовой утвари и различных ювелирных украшений почему вади активно использовали просто потому что в верхних слоях там всегда как правило находятся довольно близко к поверхности водоносные горизонты соответственно вода в ваде всегда ближе чем окружающие территории да вода это крайне важно для выживания в пустыне ну и кроме того как правило стенки вот этих древних небольших каньончиков которые по сути являются в ваде они сохраняют свою вертикальность и соответственно поскольку рельеф там довольно изрезанный то фактически в любое время суток там можно найти тень ну когда солнце светит да вот и соответственно укрыться в тени от исправляющей жары которая особенно характерна для летнего времени в Нильской долине а летнее время к сожалению это время разлива к сожалению для древних египтян почему потому что ну вот именно в это время судя по всему снижались многие экспедиции непосредственно рудники в каменоломни потому что представьте себе поля залиты огромному количеству мужиков делать больше нечего и соответственно их можно было бы использовать на кустарственных работах в частности по идее их можно было отправлять на рудники и в каменоломни там скажем можно предположить что к этому времени то есть к летним месяцам на рудниках криволомнях уже добывали необходимый материал но его нужно было еще транспортировать транспортировка особенно в условиях пустыни это может быть даже более сложное занятие более сложной задачи чем непосредственно добыча самого материала который могли осуществлять и небольшие группы профессионалов и вот вероятно нагоняли туда таких вот рекрутов молодых мужчин которые занимались транспортировкой именно вот в летние месяцы и в начале нашей осени а теперь пару слов о том как древнеегиптяне воспринимали пространство пустынь где они собственно добывали все эти ценные материалы все эти ценные минералы древнеегиптяне использовали особый знак для значит обозначения территории за пределами Нильской долины он изображает три горы часто они выкрашены красный цвет либо там желтоватый цвет и покрыты точками обычно это черные либо красноватые точки которые возможно символизируют обозначают какие-то крупные камни на склонах гор вот но кроме того иногда эти точки бывают зеленые что говорит о том что речь идет о неких территориях которые непосредственно прилегали к Нильской долине то есть это уже не пойменные незаливные земли но тем не менее земли где есть еще какая-то растительность и вот если говорить о третьем тысячелетии до нашей эры когда строились великие пирамиды Гизы да и другие пирамиды большая часть других пирамид то тут надо сказать что судя по всему египетская пустыня еще не была столь безжизненной какой она является сегодня в значительной степени там было еще какое-то время больше растительности соответственно там жила некая дичь прежде всего это различные газели вот но не только в том числе и всякие различные хищники в частности львы вот там страусы да кажется странным с нами ну как-то Египет со страусами не ассоциируется но тем не менее последняя популяция страусов на территории Египта в селе не изменяет память опять же она была зафиксирована в 60-е годы 20-го века а потом страусы ушли уже на окончательную территорию современного Судана вот но дело в том что сегодня по мере потепления климата ситуация начинает меняться египетские пустыни вновь покрываются зеленым ковром после крупных дождей и вот мы как археологи как люди которые непосредственно работают в Нельской долине мы очень хорошо видим эти изменения особенно в последние 10 лет может даже 5-6 лет последние вот с каждым годом дожди становятся все продолжительнее интенсивнее становится все больше вот для древних памятников они естественно разрушительны но при этом при всем судя по всему они нас возвращают немножко в мир строителей пирамид когда пространство вокруг строительных площадок в том числе вот этих гигантских пирамид Гизы оно было покрыто небольшими кустиками какими-то там отдельными суккулентами то есть это было не совсем безжизненной пустыни которую мы еще лет 10 назад могли там наблюдать значит как себе древнеегиптяне объясняли появление пустынь сказать довольно сложно судя по всему они полагали что на территории за пределами Нельской долины не действует должный порядок вещей то есть маат принцип изначального правильного устройства этого мира то есть там божественные силы они вышли из баланса то есть они не сбалансировано работают вот и если в Нильской долине все было устроено идеальным образом по мнению древних египтян действительно река Великая Африканская течет с юга на север ветер постоянно практически дует с севера либо с севера запада то есть если вы хотите подняться вверх по течению вы просто значит поднимаете паруса плывете под парусами соответственно если вы хотите спуститься на веслах да и соответственно вниз по течению плывете все устроено очень логично потом каждый год река разливается и приносит на поля египетский плодородный Ил опять же очень здорово Нестор не смертельно жарко не так на территории современного Судана дальше на юг от Египта нет большого количества дождей которые бы уничтожали почву в местных очень таких суровых олимных условиях дождя не приводит деградации почвы этого нету значит нету высоких гор ну Красноморских гор они там достигают двух километров и даже более над уровнем море но тем не менее они находятся довольно далеко от Нейской долины вот то есть деградации полагали что они живут фактически в идеальных условиях и все так здорово придумано только потому что на территории Нейской долины действует принцип мат принцип должного порядка вещей изначального порядка вещей собственно говоря таким мир и был изначально задуман в пустыне что-то поломалось как-то произошло нам не совсем понятно возможно для египтянов это было как-то более ясно но тем не менее каких-то четких источников особенно от древнего и среднего царства до нас не дошло объясняющих эту ситуацию собственно говоря от нового царства тоже вот что еще нужно сказать нужно сказать про климат я уже сказал что он был не всегда таким каким он является сейчас и скажем в 4000 году до нашей эры то есть 6000 лет назад пустынь на территории Египта возможно еще фактически не существовало а потом на протяжении четвертого тысячелетия они постепенно появляются и вот к концу древнего египетского древнего царства то есть к концу третьего тысячелетия они уже достигают тех своих размеров которые мы можем наблюдать и сегодня но кроме того важно отметить что несмотря на трудности путешествия в пустыне долгое время по крайней мере все третье тысячелетие и значительную часть второго тысячелетия до нашей эры в пустыне было судя по всему больше осадков чем сейчас соответственно путешествовать по ним было проще кроме того долгое время сохранялся более высокий уровень грунтовых вод который постепенно очень постепенно понижался и соответственно если мы посмотрим на криминалом гибели лясра где египтяне добывали гнейз ценный гнейз а помимо гнейз еще и сердолик который шел на производство в частности ювелирных украшений очень любили египтяне бусины сердолика делать например или амулеты отдельные так вот там найдено несколько колодцев эпохи древнего царства эпохи строительства пирамид и они максимальная глубина это метр представьте себе сделать яму глубиной в метр там скажем для отряда там из нескольких десятков человек ну явно не представляло большого труда да и тут же вот фактически находились грунтовые воды даже сегодня собственно говоря в некоторых ваде восточной пустыне можно найти воду особенно в тех местах где соединяется несколько крупных вадей можно найти воду на глубине нескольких десятков сантиметров современные исследователи допишут современные путешественники рассказывают историю о том что копнул на 15-20 сантиметров и уже вода начинает появляться вот поэтому да пространство вроде как сложное для пересечения тем не менее если вы посмотрите на эту карту увидите что что восточная пустыня что западная они пронизаны огромным количеством караванных путей не все из них можно надежно датировать но тем не менее можно предполагать что большинство из них они функционировали уже в самом начале существования египетского централизованного государства по этим караванным путям египтяне получали также ресурсы то есть не все ресурсы естественно египтяне могли добыть непосредственно и вблизи от Нильской долины кое-что им приходилось все равно импортировать через посредников это был прежде всего обсидиан судя по всему с территории современной Эфиопии ну например лазурит основным источником которого считается сегодня Бадахшанское нагоре Бадахшан на территории современного Афганистана вот если мы посмотрим на эти замечательные браслеты которые вы сейчас видите перед собой они были найдены в комплексе памятников который был связан с царицей это Пхерес это мать Хуфу и жена соответственно Снофру это древнее царство 26 и возможно 27 века до нашей эры и они сделаны серебра серебро я сегодня еще не упоминал дело в том что на территории Египта месторождений серебра которые бы разрабатывались с древности практически неизвестно вот и судя по всему с уверенностью мы сможем это утверждать только когда будет проделано большое количество изотопных исследований но пока создается впечатление что в основном египтяне этот материал импортировали импортировали с территории Восточного Средиземного моря и в частности вот это серебро которое пошло на изготовление браслетов Хетап Херес оно было везено вероятно с территории современной Греции возможно его добыли где-то в районе древних лаврионских родников весьма знаменитых уже в античные времена потому что они находились недалеко от Афины собственно были лаврионские родники были одной из основ богатства этого знаменитого греческого полиса вот кроме того в изготовлении этих браслетов был использован сердолик который добыли на расстоянии 800 километров от места обнаружения как раз судя по всему в районе гибели Лястра затем Бирюза это относительно немного всего 300 километров Юг Синая но и Лазурит да который по идее должен происходить с территории современного Афганистана а это почти 4000 километров от места обнаружения браслетов понятно что египтяне так далеко сами не добирались Лазурит явно был предметом активной и очень древней надо сказать торговли то есть в Египет Лазурит наверняка попадал через большое количество рук значит если мы возьмем еще один пример древнеегипетского ювелирного искусства такая замечательная пектораль которая была обнаружена в гробнице Махамона непосредственно в его погребальной камере то да мы посмотрим на те материалы которые там использовались то золото судя по всему было добыто в юго-восточной пустыне это примерно 400 километров от места обнаружения этого памятника в долине царей в гробнице молодого царя да Сердолик это примерно 350 километров а вот этот значит такой не очень какой-то примечательный да такой немножко мыльный камень такой полупрозрачный зеленоватый в центре который использовался для значит для тельца скоробея священного жука который был связан с богом солнцем так вот это знаменитое ливийское стекло или левит который место рождения которого находится в одном месте в западной пустыне на границе современной границе Египта и Ливия это порядка 700 километров от места обнаружения данного памятника но важно даже не расстояние в конце концов Бадашад находится еще дальше а важно то что собственно говоря это месторождение находится в так называемом великом песчаном море это крайне недружелюбно для человека территория где же выжить вообще очень сложно туда и на машинах сложно попасть и тем не менее там были какие-то видимо кочевые группы которые это стекло собирали вряд ли конечно египтяне сами туда направлялись чтобы его собирать скорее всего они обменивали его где-то там в Азисах может быть в Сивии или где-то поближе к Невской долине в Азисе Харг или Дахла вот у каких-то кочевников западной пустыни на продукты уже свои прежде всего продукт сельского хозяйства а также какие-то произведенные предметы вроде там того же самого оружия например вот или еще один такой замечательный пример это кинжал который был сделан клинок был сделан из метеоритного железа здесь есть и золото и горный хрусталь инкрустации очень красивые и судя по всему это тоже кинжал не египетского происхождения собственно он был сделан не древним египтянами возможно мастерами страны имитания вот и был получен в дар одним из гибельских правителей этот конкретный кинжал судя по всему был подарен царю Абинхатепу Третьему дедушке Тунахамона а найден соответственно на моме Тунахамона ценнейший материал железо в то время только-только учились обрабатывать собственно говоря железный век еще не начался речь идет о 14 веке до нашей эры да это еще такой хороший бронзовый век вот и в это время египтяне называют железо небесным металлом да то есть это исключительно ментеоритное железо вот то есть вы понимаете что египтяне часть ценных минералов они получали не только сами добывая их в родняках камеловных но и через так называемую международную торговлю да почему так называемую международную почему так называемую торговлю ну потому что о народах в современном смысле этого слова вероятно еще нельзя говорить а торговля в современном смысле слова тоже по большому счету еще не существовало это был обмен да в лучшем случае бартер в худшем случае просто подарки которые одни правители направляли другим правителям которых часто называли братьями таким образом мы подходим к теме следующей лекции которая будет посвящена значению всех этих самых минералов да мы поговорили об их происхождении а вот что они значили в рамках древнической культуры это тема для отдельного я надеюсь очень интересного разговора спасибо большое